Есть сведения, что уже начался второй раунд переговоров в Вашингтоне между главами МИД Армении и Азербайджана. Надо полагать, что это продолжение первого раунда вашингтонских переговоров. Так, Рафаэль? Да, и в какой-то степени итог брюссельских встреч. Там обсуждается одна и та же повестка. Посмотрим, какие будут результаты немножко попозже. Я, как вы знаете, пессимистично смотрю на результаты подобных встреч. Я не думаю, что будут достигнуты какие-то реальные договоренности, особенно в свете заявлений и действий азербайджанской стороны. С одной стороны, это абсолютное игнорирование интересов населения Арцаха, их безопасность, которую они даже не собираются обсуждать. С другой стороны, продолжающиеся обстрелы армянской территории, в том числе металлургического завода в Яра, ну и так далее, и так далее. Не признание территориальной целостности. Основные пункты взаимоотношений, даже по плану Пашиняна, который, как вы знаете, я считаю, по крайней мере ошибочным, даже они не выдерживаются сейчас абсолютно азербайджанской стороной. Они будут усиливать и усиливать прессинг. Точно так же, как я это говорил и в прошлый раз. Вы правы. Сегодня опять они обстреляли строящий комбинат в Яра, это недовольство переговоров Баку. Это тактика и стратегия, наверное, я не знаю, может быть это уже и будет стратегия Азербайджана, постоянно держать в напряжении. Как только они увидели, что Пашинян дал слабину, как только они увидели, что происходят такие подвижки со стороны администрации Пашиняна, они теперь будут давить и давить и продолжать по всем фронтам. У них есть ресурсы военные, у них есть ресурсы финансовые и у них сейчас появляются ресурсы политические. Я бы хотел обратить внимание на то, что переговоры, которые были новым министром иностранных дел Турции в Лондоне, они как раз и свидетельствуют о том, что, судя по всему, Турция сейчас как бы, так сказать, занимается... Это была встреча Блинкена с новым министром Турцией? Да, я имею в виду, это в Лондоне, да, встреча, которая была, она в Лондоне состоялась, если мне память не изменяет. И то, что там обсуждается, это сейчас опять, значит, фактор взаимоотношений разведок Турции и Англии. И в очень большой степени Турция прикрывает как бы западный фланг Азербайджана. Я думаю, такое вседозволенное поведение Азербайджана объясняется в очень большой степени тем прикрытием, которое Турция обеспечивает на международной арене, потому что у Турции очень сильные карты. Сейчас Блинкен поставил вопрос по поводу Швеции опять, чтобы Турция согласилась на это. Я убежден, что Турция что-то попросит очень весомое взамен. Поэтому в данной ситуации у Азербайджана появился очень такой важный, как говорится, покровитель. Хотя он и был всегда, в то время как Армения лишилась своего покровителя в лице России. Все же есть мнение, Рафаэль, что Баку не хотел продолжения вашингтонских переговоров. Вы понимаете, в чем дело. Это игры. Это такие игры, которые, так сказать, знаете, как на рынке. Один покупает дорого, другой продает дешево. И каждый говорит, ой, я потерял, потерял, потерял деньги. Вот Азербайджан сейчас в такой же позиции находится. Он пытается, так сказать, все свои действия, которые сейчас складываются в его пользу, позиционировать, как будто бы это в ущерб ему самому. Он никогда не откажется от переговоров, потому что то, что сейчас Азербайджану нужно, так это закрепление на международной арене того, что он добился на полях сражений. Поэтому в данной ситуации он, как никто другой, заинтересован в том, чтобы хотя бы какая-то легенитизация произошла. Особенно в контексте сейчас, ну, меня приятно порадовали заявления в ОСБСЕ по поводу статуса Кара Арцаха и статуса безопасности Арцахцев. Что принадлежность даже территориально Азербайджану не снимает ответственности за их обеспечение безопасности Арцахцев. Поэтому в данной ситуации Азербайджан страхуется дипломатически и, так сказать, при помощи Турции он сейчас работает и на европейском фронте, так называемом, и в Америке в очень большой степени. И, как я уже говорил, очень активно работают дипломаты в России, в Москве сейчас для того, чтобы продвигать именно азербайджанскую повестку. Используя коридор юг-север, который контролируется сейчас Азербайджаном, и другие факторы, которые нужны сейчас России, Ирану и другим странам региона. Ну, все же нельзя отрицать, что Вашингтон вплотную взялся за урегулированием конфликта между Арменией и Азербайджаном. А если это удастся США? Это абсолютно ошибочное мнение. Вашингтон никогда не брался и никогда не возьмется реально решать эту проблему. Потому что в интересах Вашингтона и Объединенного Запада, чтобы этот район кровоточил, кровоточил всегда, чтобы постоянно были конфликтные ситуации. Чтобы постоянно был конфликт между Азербайджаном и Арменией. Потому что там, еще раз хочу повторить, разыгрывается не армянско-азербайджанская карта. Азербайджан, Армения и даже Турция не являются субъектами. В данной ситуации разыгрывается антииранская, антироссийская карта. Особенно с учетом построения вот этого вектора юг-север, Индии, Иран, Пакистан и Россия. С этой точки зрения американцы этим очень обеспокоены. И поэтому все будет использоваться исключительно в этом направлении. Ни о каком урегулировании там речи быть не может по определению. Это и меньше всего Америка в этом заинтересована. И этого не будет там, пока там вмешиваются западные державы. Переговоры пройдут до четверга. О чем тогда они будут говорить все это время? Ну, судя по всему, будут выражать, армянская сторона будет говорить о том, что мы с вами сейчас обсуждали по поводу безопасности карабахцев, по поводу статуса, так сказать, границ и так далее, и так далее. Азербайджан со своей стороны будет все это отрицать, говорить, что это все его внутреннее дело и так далее. Это будет обыкновенный такой, знаете, политез на уровне, я не знаю, на уровне послов. Я особо, как говорится, не придаю этому значения. Мне кажется, это все абсолютно формально. Ну, понятно, все разумно. Переговоры должны проходить. Не разумно, когда они идут при полной блокаде Нагорного Карабаха. Вот вопрос. Это, кстати, лишний пример того, сколько переговоров мы с вами знали. Мы с вами достаточно критически обсуждали переговоры и в Москве. И вы справедливо выражали, я имею в виду, вы, армянская сторона, выражала свой пессимизм. Это действительно, результативности как таковой не было. Но мы, тем не менее, продолжали переговоры. И если вы помните, говорили, что если перенести переговоры в Европу, в Америку, то тогда как бы дело сдвинется с мертвой точки. Ну, вот перенесли уже. Уже много-много месяцев переговоры ведутся на Западе. Что, блокада снята? Турция, даже давайте Азербайджан оставим. Турция, что ли, сняла блокаду? Каким-то образом железнодорожное сообщение восстановлено? Нет, этого нет. И я еще раз, я глубокому сожалению это говорю, этого не будет. Потому что не заинтересованы в урегулировании этого конфликта ни Запад и ни Турция в данной ситуации. Так что мы пожинаем плоды политики, которая проводилась в последнее время руководством Армении и которая привела к такой ситуации, когда ситуация, на мой взгляд, уже вышла из-под контроля. И единственная страна, которая могла бы действительно, которая действительно заинтересована в том, чтобы там установился мир, это была Россия. Она сейчас фактически выдавлена нынешним армянским руководством. Постоянные контакты с военными структурами НАТО. Мы с вами знаем приезд на учебный военный центр ЗАР и прочие действия, которые предпринимает армянская сторона. Они показывают, что они, судя по всему, не нуждаются больше в посредничестве и помощи России. Россия это принимает к сведению. И ситуация будет только ухудшаться с моей точки зрения. Ладно. Рафаэль, Россия уже четвертый месяц могла бы за это время открыть хотя бы частичную блокаду Млочинского коридора? Ну, в данной ситуации нет, потому что Россия, как я уже сказал, решает там свои проблемы. И обострение отношений с Азербайджаном не входит в планы России. Мне кажется, что произошло самое страшное. Судя по всему, Россия теперь будет делать ставку не на Армению, а на Азербайджан. Армения, потому что я думаю, что вот таким образом... На Азербайджан ставку, да? Да, будет делать ставку на Азербайджан, потому что отношения сейчас на достаточно высоком уровне. И я думаю, что сейчас уже Армения не рассматривается как союзник. И я думаю, что сейчас вопрос, так сказать, самый основной, главный вопрос. Два вопроса. Главный это вопрос Туранского государства, великого Турана, который Турцией является инициатором. Я очень локальный вопрос задаю, Рафаэль. Чей сейчас Латчинский коридор? Латчинский коридор сейчас? Чей, да. Он находится на территории... А я не знаю, отчего он сейчас в коридоре. Судя по тому, как заявил Пашинян, Латчинский коридор находится на территории Азербайджана. Кто контролирует сейчас Латчинским коридором? Никто не контролирует его. А кто должна была контролировать? Никто не должен его контролировать, абсолютно. Российские миротворцы... Вер, я вам много раз говорил, еще раз, ну поймите одну простую вещь. Российские миротворцы там решают свои проблемы, интересы России. Там никто не... Вам сейчас прочесть договор 9 ноября? Что? Вам сейчас прочесть договор 9 ноября? Вы можете какие угодно договоры считать. После последних событий эти договоры сейчас стоят бумаги, на которой они написаны. Я еще раз вам повторяю. Договоры подписывались союзникам по государствам Армения. Сейчас таким союзником Армения Пашиняновская не является. Забудьте, пожалуйста, про это. И чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее отрезвление придет среди населения, что сделал Пашинян вот в этом случае. Не рассматривается больше Армения как союзник. Я это говорю с огромной горечью. Я это пытаюсь уже сто раз объяснить это. При такой политике ни о каких-то договоренностях речи быть не может. Россия решает вопрос противопоставления великому Турану раз, и коридор юг-север два. Все при помощи Ирана и при помощи оппозиции влияют на Алиева, чтобы он не слишком близко сближался с Турцией.